МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встречи школьников и созидателей продолжаются. Строительство центра обработки данных в Удомле. А сейчас об этих и других событиях подробнее. МЧС предупреждает о похудшении погодных условий. Конец октября неожиданно удивил жителей Смоленской области ранним снегом. Сильный ветер, метель, мокрый снег и гололед. Такая погода продержится несколько дней. Перепады температуры воздуха приведут к отложению мокрого снега на проводах и деревьях. Ночью температура воздуха опустится до минус 4 градусов, местами до минус 7. Днем ожидается от нуля до плюс 3 градусов. Особенно велика опасность на дорогах региона для водителей и пешеходов. Анализ аварийности на территории Смоленской области за истекший период 2017 года показывает, что одним из основных видов совершения дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли либо получили ранения люди, продолжает оставаться наезд транспортного средства, в результате нарушения правил дорожного движения водителями и пешеходами. В связи с этим сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия. За 9 месяцев этого года на территории Десногорска дорожной полиции зарегистрировано 274 дорожно-транспортных происшествия. Из них в 9 случаях пострадали и погибли люди. Одно ДТП с участием ребенка. Поэтому в городе сотрудниками ГИБДД проводятся профилактические мероприятия. В настоящее время с 23 по 29 октября 2017 года на территории города Десногорска проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», целью которой – выявление нарушений как правил дорожного движения пешеходами, так и водителями. В настоящее время ответственность за непредоставление пешеходам движения по проезжей части административная ответственность в сумме 1500 рублей. С 1 января 2018 года данный штраф будет увеличен до 2500. Также особое внимание полицейские уделяют нарушениям правил дорожного движения пешеходами в ночное время и в условиях недостаточной видимости вне населенных пунктов без светоотражающих элементов. В Десногорске полицейские задержали белоруса, которого два года разыскивали за мошенничество. Попался преступник на простейшем. Был остановлен за превышение скоростного режима на автомобиле. Мужчина находился в межгосударственном розыске с декабря 2015 года. Минувший весной Смоленский центр атомной энергетики при поддержке Росприроднадзора провёл для смоленских школьников экологическую викторину. Подарком для победителей стала экскурсия на Смоленскую атомную станцию. Подробности далее. На атомной станции специалисты-атомщики рассказали смоленским школьникам и их педагогам о технологических процессах выработки электроэнергии, системах защиты, которые делают производство экологически чистым и безопасным для окружающей среды и населения. Всё это очень впечатлило экскурсантов. Очень приём понравился. Конечно, сумасшедшая защита, как говорят, охрана труда, естественно. Вот то, что меня впечатлило в первую очередь. Ну и, естественно, ни о какой радиации здесь речи быть не может. Вот это я могу точно сказать, ещё как и учитель химии. Посещение такого гиганта, как Смоленская АЭС, поможет детям в освоении наук. Я действительно рада, что смогла попасть на атомную электростанцию. Всё было очень интересно и необычно. По химии точно пригодится. Рассказывали про электроны. Всё, что мы сейчас, в принципе, проходим по химии и будем проходить в будущем. Да, это пригодится в химии. И нам немного рассказывали про физику. Так что по урокам точно пригодится. Более полное представление о том, как работает атомная станция, смоленские гости получили на полномасштабном тренажёре блочного счета управления в учебно-тренировочном подразделении. Смоленские пиротехники обезвредили больше сотни снарядов за одни сутки. Это произошло в Духовщинском районе Смоленской области. Возле деревни Кулагина сапёры пожарно-спасательного центра обезвредили боеприпасы, сохранившиеся в земле со времён Великой Отечественной войны. Среди них были артиллерийские снаряды разных калибров, мины, гранаты, запалы и взрыватели. Общее количество найденных взрывоопасных предметов – 124 штуки. В нашем городе активно работают проекты госкорпорации «Русатом». Один из них – это «Слава Созидателя». В рамках этого проекта в школах Десногорска дети встречаются с первостроителями и ветеранами городских организаций. Такая встреча прошла и в школе номер 4. 25 октября школьники встретились с капитаном-лейтенантом морского флота Геннадием Авдюшиным, первостроителем Николаем Глазьевым и учительницей начальных классов Надеждой Сметаниной. Созидатели рассказали ребятам о строительстве Смоленской атомной станции и нашего города. Каждый из них вспомнил свой первый приезд в Десногорск. Строительство Десногорска и основных объектов велось круглосуточно, в три смены. Была построена железная дорога перед этим, потом домостроительный комбинат, где начались железобетонные отливки. Из этих отливок потом собирали дома. Вот так начиналось строительство первого микрорайона. Люди пребывали. Это была всесоюзная ударная комсобольская стройка. Я в этом городе живу 28 лет. Когда я приехала сюда, построили нашу четвертую школу. То есть я работаю в этой школе, вот со меня из его актрисов. Николай Глазев рассказал детям о строительстве нашего собора в центре города, а также дал некоторые советы ребятам на будущее. В 2005 году мы начали строить его, в 2010 закончили строить храм. 2,5 миллиона кирпича было уложено, порядка 94 угол бетона. Металл конструкции уложено около 40 тонн. И мрамора гранита за тысячу квадратных метров. Строить от таких было интересно. Каждый из создателей отметил, что такие встречи должны быть регулярными. Нужно рассказывать детям максимально, чтобы они знали, как это все было. Придет время, они должны будут заменить нас. И чтобы они нас не подвели, чтобы делали дело еще лучше, чем мы. Задача таких встреч состоит в том, чтобы передать молодому поколению живые знания и опыт старших, привить уважение к ним, а также воспитать молодежь в духе верности Отечеству. На оздоровительную кампанию для детей в этом году Смоленская область затратит 365 миллионов рублей. На проведение оздоровительной кампании уже израсходовано более 280 миллионов рублей. Всего на территории региона этим летом работало 13 лагерей и 4 санатория. За пределами Смоленской области отдохнуло более тысячи детей. На побережье Азовского и Черного морея, а также в Калужской области. Отдохнули около 24 тысяч подростков, из которых 12 тысяч находятся в трудной жизненной ситуации. Крупнейший в России центр обработки и хранения данных будет введен в эксплуатацию в начале 2018 года. Росатом возводит центр в непосредственной близости от Калининской атомной электростанции, тем самым выводя его на новый уровень энергетической безопасности и надежности. Дата-центр Facebook в Северной Каролине потребляет столько же энергии, сколько город с населением 10 тысяч человек. При этом отключение электричества даже на минуту грозит не только сбоем в работе, но и выходом серверов из строя. Проблема бесперебойного энергоснабжения – одна из главных при проектировании и создании хранилищ информации. Вариант ее решения предлагает госкорпорация «Росатом». Атомщики возводят самый большой в России и крупнейший в Европе центр обработки данных в непосредственной близости от атомной станции. Проектная мощность СОТ рядом с Калининской АЭС в Тверской области – 80 мегаватт. Он будет подключен к атомной станции напрямую, что само по себе гарантирует бесперебойное энергоснабжение. Но для еще большей надежности предусмотрено и резервное питание. На данном объекте предусмотрены дизель-динамические источники бесперебойного питания, самые современные на данный момент и отказоустойчивые. По международной классификации центр обработки данных в Удомле будет соответствовать уровню надежности ТИР-3. Фактически же он будет защищен как ядерный объект. Это касается энергетической, физической и информационной безопасности. Какие бы ни были внешние факторы воздействия, внутренние технические проблемы, СОТ должен оставаться всегда в работоспособном состоянии. То есть отказа от одной системы включается дублирующая система. Ну и даже на информационном уровне, то есть сами сервера, сами системы хранения данных, они точно так же имеют дублирование. По оценкам экспертов, совокупность расположения и уровня защищенности центра обработки и хранения данных в Удомле делает его на порядок привлекательнее, чем аналоги. А учитывая, что он сможет удовлетворить четверть потребностей всех российских пользователей в информационных ресурсах и сделать это по приемлемым ценам, то его прогнозируемая востребованность приближается к 100%. Если эти теоретические выкладки окажутся верны, то в будущем Росатом планирует возводить дата-центры вблизи всех атомных станций, причем не только в России, но и за рубежом. И еще 28 октября десногорцев приглашают принять участие в веломарафоне «150 километров за 24 часа», который организуется при поддержке Смоленской атомной электростанции. Сбор участников в 9.00 возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна». Старт в 10.00. Все подробности об организации мероприятия вы можете узнать по телефону, который вы видите на экране своих телевизоров. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова